привет друзья сегодня я запишу очень длинный видосик он про авито он будет очень мощный и информативный там очень много разных лайфхаков разных плюсов как на этом заработать как вообще развить авито магазин короче очень много разных приколюшек поэтому заварите чаек не выключайте видео заранее потому что я безупречно уверен в том что очень много вещей которые вы еще не слышали не видели ну и для себя что-то новое обязательно откроете подписываться на канал да можно однозначно я там очень интересные темы задвигаю только недавно начал всю эту тему развивать не это очень прикольно и соответственно интересно но что касается авито у меня на авито интернет магазин так сказать профиль домой уже как год существует очень активно я активно занимаюсь одним интересным продуктом и хочу сказать что у меня достаточно серьезно получилось и почему я решил записать все-таки видосик потому что я слушаю разных там блогеров там авитологов они там рассказывают о ребята сейчас мы вам расскажем как поднять продажи на авито вот делай то делай это дело третий дело пятое и недавно я столкнулся с одной проблемой я решил запустить второй интернет магазин и сделал все по порядку как ну делаю своем основном где серьезно идут продажи кстати видосики я расскажу вам о том если вы конечно хотите как зарабатывать на этом 200 300 тысяч рублей да на авито может зарабатывать 200 300 тысяч рублей находясь дома ну и дело какие-то определенные вещи это сто процентов возможно но я открыл второй интернет магазин думаю сейчас я открою запущу там линейку одежды а соответственно ну буду перепродавать находить крутые бренды и соответственно буду получать этого много денег ну так же как и из основного так получилось что вообще все по нулям представляете неделя наверное стоит и просто никто не хочет покупать один парень там на кофту адидасовскую оригинальную написал но как-то его интерес пропал что-то он там не смог заказать ну и все я сижу и думаю ну как же так по сути я сам плюс авитологи все советовали все по порядку я сделал все качественно оформил но нету совершенно продаж как с этим бороться и что делать ну смотрите во первых давайте наберемся терпением я вам расскажу основы быстренько но важно все остальное самые главные выводы мы потом выявим там и всякие разные приколюшки плюсы все будет все будет я буду показывать свой интернет магазинчик даже да как бы ну показать что реально ну есть определенный результат есть определенный движ и самое главное ну давайте пройдемся потому как должно выглядеть объявление во первых нужно 10 фотографий качественных не обязательно телефон чтобы был какой-то сверх крутой просто нужно делать их светлыми ну как минимум незамызганными где-то в непонятно какой в каком месте а просто можно в своей квартире в своей комнате ну просто выбрать хороший цвет там обоев стола дивана там или еще чего-нибудь стула да и сфоткать качественно свою вещь и желательно засунуть туда запихнуть 10 фотографий особенно с разных ракурсов потому что я часто вижу на авито ну сам я тоже соответственно ищу разные объявления прикольные там опять же там покупаю там продаю и я вижу что люди к этому относятся халатно ну такой типа сфоткал ну все равно купят как бы да еще самое смешное это одна фотка стоит такая полудохлая да там ничего не видно ну цена у товара такая хорошая и ты пишешь задаешь вопрос а он типа с таким типа а чё тебе непонятно но написала же ботинки ну а чё тебе еще надо ну кожаные ну написал хорошее состояние ну как как все как на фото какое нахрен фото если нихрена ничего не видно ну вот это тупая такая знаете политика людей но если вы хотите в этом развиться пожалуйста фоткайте все качественно нормально так с разных сторон первое там основная фотография там вещи да там с другой стороны с бачка там не знаю на вас можете сфоткать там не знаю что там рубашка там или это это добавит знаете это добавит уверенности в том что это ну хорошая вещь только пожалуйста не фоткайте дубленку или какую-то шубу на голом мужчине соответственно на голой женщине это как хотя бы как-то еще пошло продажи точно пойдут но на голом мужчине еще с пузиком делать этого не нужно потому что это смотрится очень угарно и очень жестко также не делайте фотки в шортах там своих каких-то классических туфлей уж нарядитесь пожалуйста постарайтесь хотя бы ну свой свадебный костюм и сделайте нормальную фотку своих туфлей потому что люди будут заходить и представлять ну типа как я буду выглядеть если я их одену а когда ты в шортах а еще он еще в этой в этой шубе и он еще с пузом открытым и еще в шортах и еще в ботинках который хочет вам продать но это не особо идет поэтому это выбираем фоткаем нормально еще самый главный плюс авито сделала они сделали видосик и не нужно заполнять память своего телефона ну снимать видосик вы просто зайдите в объявление нажмите отредактировать и по сути нажмите снять видео ну снимите видео он сам запишет ну авито просто раз разных ракурсов просто авито говорит то что на 10 там или 20 процентов повышается количество продаж с видосиками поэтому это важно далее заполняйте нормальное объявление ну что такое нормально заполнить объявление не знаю ну ну я не знаю кто сидел там на сайтах знакомств или кто там продавал машину ну вы должны написать хотя бы какой-то перечень преимуществ ну из какого материала сделан да как сидит допустим где покупалась сколько стоило вещь да ну типа сколько носилось какое состояние вообще ну добавьте туда несколько эмоций там ну выглядит превосходно я этой вещью был доволен надеюсь там следующий владелец тоже будет доволен да там носите с удовольствием вот ну в принципе все понятно но просто более как-то знаете отнесись к этому творчески потому что составляя объявления ваше объявление просто они и так-то вниз все падают а если объявление что некачественно она вообще там будет внизу жить и вы никогда ничего не продадите поэтому ребят напишите вы этот грёбаный шаблон закиньте как я в заметки ну и пусть он заметках там блокнотики будет и вы будете постепенно просто там выставляете объявление до скопировали вставили что-то поменяли ну там название фирмы допустим да или что-то еще все просто вот обязательно торгуйтесь пишите торг ну типа такие знаете я нахожу людей ну они продают на авито хочу непонятного цена написано ну типа грубят ну а чё это же это же как авито это просто онлайн рынок где ты можешь написать предложить свою цену я всегда торгуюсь но сам и позволяет торговаться со мной пусть торгуются что такого я приятно делаю человеку я дарю подарок я даю возможность чтобы он деньги куда-то потратил с меня не убудет потому что я когда выставляю объявление цену да это мы об этом тоже поговорим я не стараюсь загибать ее даже выше или как на самых высоких позициях в авито по этой категории но потому что бессмысленно это объявление будет висеть месяц и никто его не купит понимаете если конечно вещь не эксклюзивная есть я стараюсь брать средне даже ниже среднего почему хочу чтобы оборот быстрее шагал быстрее деньги ходили я быстрее покупал уникальные вещи конечно есть вещь эксклюзивная который я цену ставлю очень большую и таким образом я выигрываю из этого больше денег но не надо на весь товар ставить бешеные цены и думать то что ну да ты купил ботинки эти за 10 когда-то там в италии зачем ты продаешь их за восемь здесь в россии учитывая то что ты в них реально шагал ты ходил в них блин даже за 5 это ну дорого понимаешь потому что ну это это ну неправильно ну типа ну за 2000 да за 3 да ну не пять не семь не восемь я верю что там итальянский мастер шил я понимаю что ты там ездил в этот тур и сколько ты там евро потратил ну пойми то что ну время уже не то поэтому цены не загибаем ребят оставим адекват конечно торгуемся плюс переходим самому главному да вот объявление видосик есть фотки есть а мой профиль нужно ли туда фотографии конечно нужно но не надо ставить картинку не надо какого-то я не знаю персонажа или хрен пойми кого напишите как вас зовут людям приятнее общаться с реальным человеком они просто какой-то там инферно там маджорно херорно дамборгини там ферручо или что-то еще ну типа ну нахрена ну ты же выставляешь объявление от лица своего ну типа человек должен понимать кто ты ну как минимум фотку поставить нормально ну хотите покажу ну просто это не то что нормально ну просто фотку да ну смотрите ну вот фотографии да просто фотограф поймал просто сфотку ну в принципе ну могу нажать да чтобы более как бы ярко или четко было видно ну наверное так вот это просто обычная фотография ну просто здрасте просто фамилия и имя простота вот она делает кого богатыми понимаете простота не нужно выдумывать вы же не компанию создаете да вы же не какой-то там крейсер Аврора делаете, вы делаете свой профиль, где вы физлицо, вы обычный человек, вы продаете, вы покупаете, относитесь ко всем так же. Переходим постепенно к самому главному, от того, что у меня произошел движ в голове вчера, от того, что у меня неделя прошла и нихрена ничего не купили, а там 12 объявлений висит одежды, а на основном аккаунте висит около 70 объявлений, и считаю ли я это успешным и вообще, почему я об этом рассказываю, кто я такой, что это такое, специально вам вначале не рассказывал, потому что обычно это кажется, знаете как, ну для меня иногда слушаешь человека и он рассказывает, а я столько зарабатываю, я такой это круто, ну просто как-то недоверчиво, не знаю, как это смотрится, поэтому я не стал рассказывать, сколько я там зарабатываю, я просто сказал то, что там можно будет научить 100, 50, 200, 300 даже зарабатывать в бизнесе Авито, я вам обязательно об этом расскажу, как это сделать, я Николай, я зарабатываю с Авито где-то примерно год активно, ну полтора года где-то не активно, ну там были просто такие, знаете, пробные версии, я так старался, ну ничего не получалось, и сегодня доход достигает до 150-200, а даже бывает до 300 тысяч, если соответственно моя попа очень сильно старается, так, как сделать, чтобы попа старалась, да, как сделать так, чтобы было 200-300 и вообще, что это такое, ну объясню популярно, каждый день я нахожу какие-то эксклюзивные вещи по всему миру, также через Авито, я их покупаю с помощью Авито доставки, раньше я ездил по Москве, по всей, я очень устал это делать, я хочу просто заходить в пункт выдачи, забирать и пошел, я забираю в пункте выдачи продукты, которые я заказал, ну разные совершенно, это может быть одежда, это может быть мужские сумки, это может быть какая-то обувь, да, мужская также, и я, ну, приношу и пытаюсь продать подороже, ну, выиграть разницу, но почему у меня покупают и почему у меня такие хорошие суммы выходят, потому что, объясняю, очень много людей, которые выставляют отличные вещи, ну, процентов 10-15 на всем рынке Авито, если так взять, но при этом они стоят намного дороже, просто человек от них избавляется, не хочет выкидывать и избавляется, моя задача просто взять их качественно сфоткать, качественно составить объявление, качественно выложить, понимаете, это моя задача, в этом мой и есть заработок, но иногда бывает так, что вещь не доходит до того качества, которое бы я хотел видеть, я их ремонтирую, ну, привожу в нужный вид, где-то подшить, где-то подклеить, ну, привести в то и, конечно же, об этом, если что, указать, потому что в объявлении не стоит врать, мы не обсудили, что там писать про недочеты, но я не хотел это говорить, просто, ну, не надо писать там, ой, куча недочетов, вот все плохо, вот все рвано было, я там зашил, просто надо как-то аккуратно, грамотно, ну, объяснить то, что, ну, были недочеты, устранил, маленькие, небольшие, все, делай дальше, движ париж, понял? Вот, и таким образом я выставляю объявление, я отдыхал в выходной, как и все, наверное, вчера, воскресенье, но за воскресенье, за вечер субботы и плюс сегодня за утром накопилось 12 вещей, которые нужно отнести в пункты выдачи, ну, из 70 моих объявлений, 12 я понес в пункты выдачи сегодня, даже 13 где-то, и разнес их по пунктам выдачи, когда покупатель получит продукт, я получу денежку себе на карту, ну, я карту увожу и получаю, это просто, авито-доставка работает, вот, кстати, всегда включайте авито-доставку, что зовут пёртые бараны? Живут в деревне, в Одинцовской, где-то в Одинцовском районе, да, в Подмосковье, СНТ какое-то, пишут, самовывоз, я говорю, ну, я же не поеду на электричке, еще там пешком километра три, ну, не знаю, на такси, ну, за твоей, там, не знаю, сумочкой, ботинками или, там, шарфиком, да, пожалуйста, давайте мы оформим авито, потому что для меня это 100 рублей, а для вас это просто зайти, ну, как вы ходите, там, ну, раз в неделю, но я не говорю завтра неделю куда-то отправьте, там, ну, там, на почту, там, или Яндекс, да, ну, по-любому выезжайте же, ну, просто, ну, он хочет продать товар, а авито-доставку не ставит, ставьте сюда авито-доставку, потому что это интересно просто и дешево, как минимум, ну, вот, заказав продукты, я получаю, я вот отношу, человек получает, я там продаю, я получаю с этого определенную прибыль, это может быть 1000 рублей, это может быть 2000 рублей с одного продукта, грубо говоря, я там, ну, это чистыми, это не говорю грязными, когда это вся сумма, это говорю, сколько я заработать могу, получается, в день, если я могу заработать, там, 5-7-10 тысяч, да, соответственно, в месяц это может быть 150, 200, 300 тысяч, поняли? Ну, как эта система, математика какая-то работает, и вот я хочу вам объяснить то, что все это довольно-таки просто и нормально, главное, наверное, правильных блогеров слушать и правильные вещи делать, теперь я вам скажу главную вещь во всей этой движухе, просто которую я выявил, я буду всегда ее доказывать, вот вы хотите раскрутить свой интернет-магазин Авито, и впоследствии тратить на него, ну, 4-5 часов в день максимум, как я сейчас, и при этом получать 200 тысяч, хотя, по сути, многие из вас ходят сейчас на работу на, там, не знаю, там, 10 часов, кто-то на 12 часов, может 2 на 2, может 5 на 2, а может 6 на 1, я не знаю, ну, просто, и все это за, там, 60-70, ну, максимум 100-120, такие ребята есть, согласитесь, да? И как у меня так получилось, я считаю, что это в основном была заслуга терпения, я не сразу же, не за первый месяц, я, наверное, на месяц 4-5 начал столько денег получать, почему? Я объясню, все это время я набивал клиентскую базу, не поверите, это делается очень просто, но это пипец как эффективно, когда вам все блогеры рассказывают то, что я вам расскажу, я там авитолог, я там то, там, заплати денежку, там, это, я там расскажу то, это 3-5, у вас не попрет, потому что у вас классное объявление, у вас классный профиль, у вас классные фотки, хорошее описание, да не попрет ни хрена, даже если, может быть, вы купите эти продвижения там на авито, все равно не попрет, поймите, работает другая вещь, я вам сейчас расскажу, какая вещь именно работает, посмотрите внимательно, первая вещь, которая работает, это отзывы, поняли, да? Отзывы работают пипец просто мощнецкий, не обязательно иметь идеальный рейтинг, но как минимум 4,8-4,9 это да, видите, какие-то хорошие люди написали 11 плохих отзывов, не поверите, что я с ними делал, я с ними со всеми договаривался, я говорил, что не так, извините, там, что вам не понравилось, он мне там то-то-то-то-то, я говорю, хорошо, я готов пойти на компромисс, без проблем, давайте там, я вышлю там за там эту вещь, там 500 рублей, тысячу, возместим ущерб того, что не понравилось, или я, допустим, вижу, что да, косяк есть, я готов даже вернуть этот продукт, ну, чтобы человек не писал там этот отзыв, я сейчас, кстати, начал так делать, если кто-нибудь, ну, раз в месяц бывает такое, написал плохой отзыв, я ему пишу, слушайте, что не понравилось и так далее, вы пишите сразу же в личку, договоримся, я либо по нему меняю там товар, да, вам, либо сделаю скидку на следующий, либо, допустим, деньги верну, ну, какие проблемы, давай сделаем, и многие люди так идут на контакт, я меняю им продукт или деньги, или скидку делаю, они пипецко благодарны и пишут мне хороший отзыв, ну, смотрите, да, за определенное время, это где-то примерно за год, 613 отличных отзывов мы собрали, слушайте, это классно, ну, вот они скидывают фотки, да, Николай супер, здесь там продавец очень отзывчивый, здесь там пишут, хочу поблагодарить, ну, и понеслась, ну, соответственно, поняли, да, в чем система, в том, что очень важно, очень важно иметь такой момент, что, соответственно, нельзя так просто, знаете, заходить куда-то, да, и ждать, что вам будут все доверять, ну, как минимум, это чисто поведенческий фактор, как всегда так, чтобы отзывов было больше, давайте начнем, не надо их покупать и накручивать, давайте начнем с банального, вот, возьмите у себя дом, а не знаю, дом родителей, и не знаю, большой дом с кучей барахла, или гараж, или что-то еще, и просто поставьте цель, ну, хлам весь выкинуть, а точнее продать на Авито, что из этого выйдет? там, кофточка старенькая, там 150 рублей, там, не знаю, футболка там какая-нибудь, да, там 100 рублей, игрушка какая-нибудь 50 рублей, там, кружка какая-нибудь 30 рублей кому-нибудь, не знаю, там, отдаю бесплатно шорты, там, за шоколадку, или за отзыв, поняли? И к вам начинают люди, опять же, заказывать Авито-доставку, если вы с этого получаете копейки, но они вам, то, что получили вещь бесплатная или за копейки, они вам пишут отличный отзыв, попросите их об этом, и, ну, в описании, и, опять же, в переписке, и у вас, по сути, ну, там, за месяц у вас может образоваться 50 отличных отзывов, поняли меня? Ну, грубо говоря, 50 вещей можно легко найти в доме, который нужно, можно продать, и который нахрен не нужен, реально, там, этих 500 чехлов от телефона, да, эти какие-то брелки, какая-то херня, одежды, я вообще, я, если, вот, я девушек знаю, я себя знаю, просто колоссальное количество ненужной одежды, которую ты одеваешь раз в год, реально, и это, это не какой-то выходной парадный какой-то костюм, это реально какая-то хрень, ты просто, о, сегодня настроение такое, ну, раз в год понес ее, короче, ну, вот. Вот, ну, фигня, ну, ребят, ну, согласитесь, поэтому я считаю, что, чтобы набрать больше отзывов и потом с Авито начать зарабатывать, нужно начать с малого, начать с себя и начать просто, вот, делать то, что, в принципе, всем удобно. но это тоже не главное, поняли меня, это вообще не главное, сейчас я вот, блин, я на компьютерной версии не так, соответственно, не так, не так, 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 не так она мне нравится, но пусть будет, я хочу о главном сказать вообще, о главном, а просто величайшем просто, это, это очень важно, это крайне важно, и почему я на компьютерной версии ни хрена не могу это найти, как это найти, вот, объясните мне, да, как это найти, вот, да, там, защита, адреса, платные услуги, кошелек, он 7000 бонусов накопил, короче, сейчас я объясню, так, на словах, потом найду, если что, покажу, знаете, что это, это количество подписчиков, это просто нереальный механизм, вот, совершенно невозможный механизм, это количество подписчиков в вашем Авито, без него вам ловить нахрен вообще нечего, если вы выбрали товар, где примерно, вот, возьмите футболки, вот, просто футболки, вбейте там, не знаю, от 100 рублей до 500 рублей, вам выйдет 10000 футболок, поняли, да, если вы, не знаю, там, мужские кожаные сумки вобьете, то вам от 100 до 500 выйдет 1000, а то и меньше, почему так? Потому что есть вещи, которые реально редки, изделия хорошие и не такой ширпотреб, ну, были куплены где-то дорого, возможно, правильно? А есть вещи, которых не то, что они там недорого куплены, но просто их настолько много у всех, ну, мужские кожаные сумки, согласитесь, натуральная кожа не у всех, но футболки есть у всех, футболок от 5 до 10 штук есть в каждом доме, согласитесь, да? И когда их продают, когда вы хотите этим заниматься и это продавать, поймите, это неправильная ниша, но это очень, знаете, не очень хорошая ниша, ну, давайте так, не надо заходить те ниши, в которых огромные объемы, если только вы не будете реально оригиналами в отличном состоянии, при новом состоянии, там, Dolce & Gabbana, Prado, которых, по сути, в этой категории, но их мало, потому что они реально брендовые, поняли? Все остальное, это просто не выиграет. И вот я вам рассказываю самую главную фишку, как набрать подписчиков. А когда я выставлял объявления разного рода своих вещей, там, костюмчик, там, футболки, ботинки, я такой, ну, кто-то мне писал, а я ему пишу, блин, уже товар заказан, ну, его заказали Авито доставкой, и я могу снять объявление с Авито, либо не снимать. Если я снимаю, его больше никто не видит. А если я не снимаю, но просто там графа ноль, и, соответственно, типа, этого товара нет, и он ноль. И что происходит? Получается, происходит то, что человек хочет купить, а я ему говорю, нет этого товара. Но я ему пишу, слушай, ты подпишись, потому что я часто закидываю новые разные объявления подобного плана. Будешь следить. Он такой, ок. И все, поняли? И один раз я хотел отправить сестре сумку, я купил сумку, ей понравилось. Она говорит, отправь мне. Я такой, ну, блин, надо, как бы, отправить. Выставила объявление 100 рублей. Сумка, может, знаете, эта фирма такая, короче, блин, забыл, как называется, что-то скетч, скотч, короче, скотч, блин, забыл как-то. И она красивая, желтая, натуральная кожа. Я выставила за 100 рублей. У меня за один день 50 женщин написало. Сумку то, сумку продаете то. А я им пишу. Ее заказали, подписывайтесь на объявление, там, на обновление, часто заходите, там, вот, будет еще. Они там, они вообще как дикие. Они пипец хотели меня поймать, хотели купить ее. Кто-то вообще прилагал мне 3-5 тысяч, хотя купил я ее за тысячу, да. Ну, по сути, вот, сестре понравилось, я ей продал. И прошло где-то 2 месяца, как она, вот, висела, как я сестре отправил, и как это, вру 2 месяца, где-то 2 недели. 2 недели, но образовалось, как она дошла до пункта, да, выдачи, как образовало где-то около 500 подписчиков. Представьте, в данный момент, я все еще не нашел, я хрен знаю, здесь смотреть на этом, на главной. Ах, но я скажу, что, ребята, это вообще мощь, это пипец. А знаете, в чем фишка? Самое главное то, что это постоянные клиенты, люди, которые не смогли купить у вас товар, и вы выкладываете в той или иной категории опять этот товар, и эти люди опять у вас покупают, они могут покупать 5, 10, 20 раз. У меня есть такие люди, представьте, суммы там были не 500 рублей, 2 тысячи, 3, а то и 5 тысяч, представляете себе? И вот в чем прикол. Самое главное, да, да, в том, что нужно делать все последовательно, терпеливо. Вы должны понять, что в данный момент я стараюсь не особо набирать подписчиков, потому что мне там очень сложно там с ними возюкаться, но я считаю, что 2 тысячи подписчиков и каждый день я выставляю объявления, там 5 штук, 10 штук выставлю, обязательно люди, которые являются моими подписчиками, на 3-4 объявления напишут и уже 2-3 закажут и купят. Поняли? Ну, грубо говоря, я уже 30% по факту своего профита имею гарантированно вообще просто, да. Это не берем. Новых и тех, которые просто, ну, давно не заходили, может, опять же, эти постоянные подписчики зайдут на мой профиль и погнали дальше, начнут, соответственно, покупать это. Поэтому вы поймите то, что это пипец какая мощь, но самая главная мощь не в этом. Знаете, в чем прикол моего второго интернет-магазина, про который я рассказывал, который ни хрена не прет. Знаете, в чем? Да то, что там просмотров мало. Поняли? Авито вообще не двигает его. Просмотры можно купить? Да, вы покупаете просмотры за 100 рублей, там, я не знаю, что там, за 200 рублей на 7, там, дней, да, но, блин, если народ реально этим интересуется, Авито его вниз будет скидывать. У меня на эту тему есть другая еще, да, я прошу своих родственников и друзей, чтобы писали на мои объявления, чтобы оно, ну, повышалось в масштабах, но это все равно иногда не работает, ну, так активно не работает. И что же нужно сделать? Нужны подписчики. Знаете, что делают подписчики? В рекомендациях вашего нового объявления вылетают к ним, и они автоматически заходят к вам. Поняли? Грубо говоря, задача набрать подписчиков. Вы можете примерно за 2-3 месяца набрать под тысячу, полторы тысячи подписчиков, выбрать категорию продукта какой-то, да, ну, какую-то интересную. Я не смогу вам сейчас рассказать конкретно какие-то прям вот, ну, я на обуви, на одежде, я так поднимался. Поняли? Я выбрал эту категорию. Я очень качественно отношусь к поиску, я ищу, я пробую, я разные пробовал, да, бывало, что-то не продавалось, бывало, продавалось мощно, но сейчас я уже нашел свою нишу, я нашел тот товар, который покупаю подешевле, продаю подороже. Что происходит? Выходит хорошая сумма, и я делаю это путем проб, но вы можете это делать легко. Опять же, да, я буду записывать подобные видосики, рассказывать, как я это сделал. И вы можете сделать это за 3-4 месяца выйти на данную сумму, но вы никогда этого не сделаете, если вы не будете каждый день выкладывать объявления и каждый день набирать подписчиков, поняли, да? Ну, типа, это пипец как важно. Ну, представьте, сколько на Ютубе нужно подписчиков иметь, чтобы получать 200-300 тысяч чистыми. Ну, миллион-два-три миллиона, может, да? Это и то не потому, что Ютуб тебе платит, а потому, что какие-то контракты тебе заплатили, это еще договорились с тобой, не знаю, букмекерки или карточки, какие-то там банков, да? Ты в Авито зарабатываешь 200-300, хотя у тебя всего лишь 2000 подписчиков, поняли? Всего 2000 подписчиков. Охренительно, да? Представьте, если будет 5-10 тысяч. Ну, честно, я... Это много очень времени тратить нужно на то, чтобы раскрутить это все до 500 миллионов. Я думаю, больше дальше расширяться, там, на работников и так далее, потому что это нужно тратить много времени. Я трачу 4-5 часов в день и зарабатываю хорошие деньги. Поэтому поймите, то, что это факт. Я немножко еще расскажу о своем интернет-магазине здесь. Ну, смотрите, видите, это бонусы. Это бонусы за то, что я покупаю товар через Авито, и Авито мне просто бонусики дает. Я потом могу продвигать с помощью этих бонусиков и, соответственно, объявления. Смотрите, 800 тысяч просмотров на моих товарах, 60 активных объявлений, 617 просмотров в день. Это мой основной канал, это мой основной профиль, да? И 4 миллиона принесли продажи с Авито. Я 2000 архив вещей напродавал. Примерно это было сделано за год. Ну, может быть, плюс-минус там полтора, конечно, да? Ну, год – это где-то ориентир. Вот поймите, да? То, что вот в принципе я считаю, что неплохая сумма заработана. А так выглядит объявление. Видите? Вот, допустим, смотрите, сумочка, да, кожаная. 2700. 0 штук, ее уже заказали. Далее смотрим. 43. Сегодня посмотрел человека. 20 в избранном. И 7 человек, 6 человек написали. Поняли, да? Как это выглядит? Вот. Поэтому по сути, по сути-то, ребята, я хочу вам сказать то, что это очень прибыльное дело. Но вы должны понять то, что без азов, без определенных вот, допустим, там, отзывы, подписчики, и последовательно закидывать продукт, и, конечно же, найти то, что нравится, и то, что как минимум продукт, который реально будет вам интересен, и давать хороший профит, это точно. А что касается лайфхаков, которые я хотел рассказать, ну, допустим, я рассказал, то, что сестре я отправлял сумку за 100 рублей, до 15 килограммов вы можете отправить любую посылку через Авито. Знаете, как это сделать? Выставить объявление, вещи пакетом. Вам нужно отправить там в Владивосток, Екатеринбург, не важно, в Мурманск, да, своему другу или родственнику. Но транспортные компании сейчас берут, ну, за большие пакеты, плюс килограммовка, да, ну, 3 тысячи, 2 тысячи могут взять, Яндекс поменьше, да, может взять, коробку положат там за 500, за 700 рублей. Я вам расскажу пипец, что до 15 килограмм, ну, баул, да, какой-то, баул вещей. Выставляете объявление за 100 рублей, ваш родственник заказывает. Авито доставка 100 рублей даже в дальний регион не составит больше 200-300 рублей. А если это ближний регион, ну, плюс-минус, да, это какой-нибудь Смоленск там, или, допустим, Питер, да, это вообще будет 150 рублей, 100 рублей. Вот я ведь через Яндекс заказываю, он там вообще там за 80 рублей, поняли? И представьте себе, вы большой баул, вместо 2-3 тысяч, вместо даже этих 1500 рублей, вы заплатите всего лишь 200-300 рублей за доставку, прикиньте. Еще с этих 100 рублей, которые вы объявление выставите, или ваш родственник еще получит, ну, денежки, точнее. Ну, не родственник, а вы, вы получите этот доход. Грубо говоря, просто отправить любую вещь в любой регион страны за счет Авито можно за 100-150 рублей. Круто, да? Я думаю, не все об этом знали, и не все, ну, как бы шарят в этом. Так что я буду видосики записывать такого рода. Оно оказалось длинным, но интересным. Я считаю, что это достаточно прикольно, и нужно всегда ну, понимать, как, ну, типа, что ты хочешь. Если ты хочешь ходить на работу, при этом получать там не выше 100 тысяч, и при этом не быть свободным, а так, ну, делай так, тебе это нравится. Ну, если ты хочешь быть более свободным, зарабатывать, развиваться, двигаться, суету наводить, да? У меня есть телеграм-канал, можешь подписываться. Я в крипте что-то понимаю. Я понимаю что-то в этих играх, кликерах, майнерах сейчас, да? Я понимаю очень много в Авито. Я занимаюсь спортом, я зарабатываю, путешествую, там, не знаю, видосики на YouTube-канал виду, да? Ну, насколько могу, насколько у меня получается. Можете зайти тоже посмотреть. Поэтому я думаю то, что есть чему научиться. Я думаю, это видео было полезным. Я думаю, мы еще увидимся. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк. Так что всем добра. Пока. Пока.